У учеников 2-го Б-класса 30-й школы прошел необычный урок. Стоит отметить, что такой своего рода эксперимент в городе провели впервые. Но о нем чуть позже, с начала повторения элементарных правил гигиены и список заболеваний, которые могут привести грязные руки или немытые продукты. Согласно мировой статистике, примерно каждый десятый человек в течение года один раз болеет какой-то формой кишечной инфекции. У детей всего того, что гигиенические навыки не сформированы, еще иммунная система не так сильна, заболевания протекают гораздо чаще. Мойте руки перед едой. Кажется, это простая истина, которую каждый слышит с детства. Между тем, заболеваемость кишечной инфекции имеет место быть, хоть и в единичных случаях. В зимний период, когда вирусы наготове, не лишним будет вспомнить, как правильно избавиться от бактерий. В этом детишкам на примере известного мультипликационного персонажа Дим Димыча помогли разобраться специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Есть микробы на руках, на телефоне, на деньгах, на ручке от двери. И, ну, продукты можно, нельзя есть, которые муха посидела. Надо мыть руки перед едой после туалета. И обязательно надо часто мыть руки днем. Сколько раньше в день раз мыла руки? Ну, когда с улицы приходила и перед едой. Уже после повторения теории школьники направились в сторону столовой. Именно здесь, перед обедом, они не проходят мимо раковины и мыла. Но сейчас суть исследования в другом. Участниками эксперимента стали три второклашки, которые в классе не мыли руки. В помощь лаборанту специальный раствор и три подписанные чашки Петри для каждого. Произвели посев на питательные среды рук детей. Первый посев был не помытые руки. Потом они помыли руки с водой. И третий посев тщательно вымыли руки с мылом. Сейчас в лаборатории мы произведем инкубацию. В термостате при определенной температуре чашек Петри. Время инкубации при температуре 37 градусов – 48 часов. Спустя этот промежуток времени выросшие бактерии можно будет увидеть вооруженным взглядом. Специалисты санстанции вернутся сюда снова вместе с результатами анализов. Что из этого получится, мы покажем в четверг. Ну а пока школьники тщательно вымыли руки и отправились на обед. В раздумьях, что же им предстоит увидеть, неужели это будут те самые картинки из микроскопа. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.